на спорте всего два месяца назад представители этого вида спорта уже были гостями программы на спорте если вы подумали что сегодня мы будем говорить о футболе или хоккея то вы ошибаетесь всем привет меня зовут антон погудин а эфир сегодняшней программы на спорте вновь посвящен гиревому спорту и в гостях у нас заслуженный тренер россии евгений игнатьевич малков а также егор демышев и карина филимонова добрый день добрый день прежде чем мы обсудим тему нашей сегодняшней программы это чемпионат и первенство мира которые проходили в будапеште позвольте поздравить евгений значит вас с присвоением почетного звания заслуженный тренер россии насколько я понимаю это звание вам присвоили еще до выступления ваших воспитанников на чемпионате мира значит вы его получили за прежнее достижение да так и было это уже длилось два с половиной года все присвоили наконец-то присвоили я знаю что для получения звания мастера спорта и заслуженный мастер спорта нужно выполнить определенные нормативы собрать там определенное количество баллов за какой-то промежуток времени а сколько тренеру нужно подготовить спортсменов чтобы получить вот заслуженного тренера россии и сколько на это уходит ли здесь разницы большой нету заслуженные мастерами спорта нужно также подготовить минимум два чемпиона мира или чемпиона европы плюсом еще в течение трех лет в течение трех лет то есть последние три года у вас такие такие достижения смогли достичь и соответственно получили право на присвоение заслуженного тренера до 17 года у меня было два чемпиона мира два чемпиона европы а что дает вообще звание заслуженного тренера россии какие-то льготы может быть бесплатный пресс в транспорте особо никаких льгот мы может то что заработная плата будет тарификация чуть выше коэффициент получается до местной власти было такое постановление плюс пенсионного возраста определенная сумма ну я вас еще раз поздравляю с присвоением этого почетного звания с вами этот это звание навсегда поэтому еще раз поздравляю а теперь позвольте перейти к основной теме нашей программы я уже сказал что сегодня мы пригласили участников и победителей чемпионата и первенства мира по гиревому спорту которая проходила в будапеште в ленгерском первый вопрос вообще насколько сейчас в период пандемии учитывая все ограничения тяжело попасть за границу получение визы разрешение на въезд то есть как это в этом отношении все складывалось него может вы расскажете ну спортсменам как-то все равно более лояльно относятся и открывают визы спокойно за границу мы выехали без всяких проблем и также вернулись домой без каких-либо проблем в одной из прошлых программ я по-моему беседовал тогда со спортивными акробатами они рассказывали что они добирались до места проведения своего турнира с несколькими пересадками авиа авиа как у вас сейчас может быть прямые рейсы есть из москвы в будапешт из москвы мы летели двумя командами первая команда у нас улетала из внукова летели через турцию через тамбул первые номера уже летели через амстердам тоже с пересадками ну дорога у нас составила где-то пять с половиной шесть часов тем не менее не прямой рейс получается и все равно небольшие такие сложности с перемещениями возникли ну да дорога была не быстрой достаточно затратные по силам и как бы ну судя по вашему по результату ваших выступлений на вот эта дорога на результатах она не сказалось а вообще признают ли венгрии российские вакцины то есть как вот с этим обстоят дела или как или вас специально какое-то было приглашение от организаторов карина помогайте особых таких приглашений не было но вакцина советская венгрии признается они вакцинировались нашей вакцины многие и проблем съезда не было пускали даже по пцр хорошо с этим разобрались тогда следующий вопрос когда мы с вами в прошлый раз здесь в августе по моему если меня не изменяет память встречались мы как раз говорили что ведете подготовку к чемпионату мира в чем заключались ее особенности насколько сложно она выдалась ну прежде всего был отбор как и юниорском статусе так и возрослом марте были юниорские чемпионаты россии где егор демушев стал чемпионом и отобрался сборную и и позднее уже в июне месяце был чемпионат россии в ростове и отбирались на взрослый чемпионат ну там отобралась карина филимонова и матвеева елена насколько сложно показалась подготовка для спортсменов расскажите егор ну подготовка была более усилена чтобы приехать на международный старт показать свой лучший результат и чтобы этого результата хватило чтобы стать победителем или чемпионом а в чем заключалась эта усиленная подготовка на что делали упор были увеличены объемы тренировок увеличенный бег больше делали кардио повышали выносливость свою чтобы выйти на помост уже и как бы не было никаких проблем с выносливостью а что вообще из себя представляет сам чемпионат мира по гиревому спорту сколько участников какова конкуренция ну конкуренция стала очень хорошей казахстан украина уже начинают поджимать российских спортсменов и сша спортсмены с норвегии девушки очень стали хорошо поднимать с россии вот у нас в категории 73 килограмма рассадил андрей он нас победу просто на зубах вырвал у спортсмена с казахстана я считаю что гиревой спорт зарубежье уже развиваться очень хорошо то есть он развивается лучше чем в россии или догоняет скажем так гиревой спорт российский по уровню по подготовке они догоняют наш уровень они стараются стремиться к нашим результатам нет ли опаски что рано или поздно они смогут перегнать по подготовке по вложению средств времени вот и в наших гиревиков ну если наши гиревики не будут сидеть на месте буду дальше также продолжать тренироваться не стоять на месте повышать свой результат я думаю будем побеждать и уже сказали про уровень конкуренции насколько он насколько вот на этот уровень повлияла а пандемия может быть кто-то из участников не приехал неожиданно заболели как-то вот в этом отношении изменилась конкуренция я думаю нет потому что у нас очень давно не было международных стартов все очень долго ждали этого старта все готовились чтобы приехать и показать свои наилучшие результаты на данном старте ну и вы егор и карина на первенцем чемпионате мира завоевали золотые медали так насколько я знаю по итогам чемпионата мира карина филимонова не только стала а чемпионка мира но и выполнила норматив мастера спорта все верно да карин тогда такой вопрос насколько я знаю в сборной кировской области всего две девушки занимаются гиревым спортом или я ошибаюсь больше нет заниматься много заниматься много попали попали на чемпионат мира 2 хорошо как тогда в таких условиях поддерживать высокий уровень мастерства на кого равняться на кого то равняется карина филимонова я не знаю я по идее равняюсь вот на старших которые тренируются со мной вместе как например демышев егор или клепиков артем и все остальные то есть равняетесь на ребят а среди девочек насколько высока конкуренция в кировский в кировском гиревом спорте даже не знаю потому что в основном тренируются девочки помладше и вот матвеева и лена мы с ней в разных веселых категориях поэтому конкуренция не особо велика в таких условиях получается ее поддерживать вернее свой высокий статус и уровень поддерживать еще сложнее я не сказала бы судя по результатам карина так скромничает но судя по результатам поддерживать уровень все таки удается как для вас сложился чемпионат мира что оказалось самым сложным может быть запоминающимся вот чтобы выделили для себя самое сложное это было уже вот последние пару минут когда стояла там и гири неудобные все вот это тоже сказалось а почему гири неудобно что в венгрии не такой стандарт гирь как у нас у нас есть определенный стандарт на каждых соревнованиях российского уровня гири одинаково дома тренируемся на уральских гирях на соревнованиях приезжаем там тоже уральские гири а когда приезжаешь уже за границу там гири могут хоть какие быть отличаться соответственно нужно перестраивать технику хвата наверно как-то по-другому надо подстраиваться именно под гири карина еще один вопрос вам еще летом вы выступали на первенстве мира среди юноши и девушек в литовском каунасе и спустя всего несколько месяцев сразу принимать участие в чемпионате мира насколько сложным дался вот этот переход от юношеского уровня на взрослый или может быть кто-то с юношеского чемпионата мира вместе с вами приехал на взрослый чемпионат нет девочка не перестала заниматься и поэтому не смогла приехать я была одна там карина сегодня скромничает евгений ночи как по-вашему вы конечно на юношеском первенстве мира карина выступала с гирями там более легкими и это физически легче на взрослом чемпионате она уже поднимала гири 24 килограмма это она толкнула 56 подъемов длинным циклом 48 килограмм это очень высокий результат который близок мастеру спорта международного класса три подъема и не достает все поэтому перейти было сложно и было тяжело она еще юна и поэтому досталось и очень сильно вполне возможно что совсем скоро у нас карина подтвердит право на мастера спорта международного класса но я думаю что на следующий год следующего карина есть такие цели постарайтесь а вообще а насколько разница между вот этим юношеским и взрослым уровнем ощущается насколько она велика то что других видах спорта зачастую переход с юношеского не знаю там футбол хоккей все что угодно на взрослый он дается достаточно тяжело в кировом спорте насколько гирьям спорте точно также но просто девочка очень способна и давно просила перевести на более тяжелые гири но я пока берег не форсировали и вот здесь выступили на кубке россии где она после кубка россии в лужке была зачислена сборную ну и все довольны тренера остались а что чувствует тренер победителей когда его воспитанники поднимаются на высшую ступень пьедестала и самое главное не притупляется ли вот это чувство с годами потому что вот эти чемпионы мира они для вас не первые не второе то есть наверняка уже испытывали нечто подобное но это уже идет у меня давно это уже третий поток такой ребят идет ну в принципе я уже привык но лучше самому поднимать чем смотреть как поднимает твои воспитанники а в эмоциональном плане психи психологическом легче самому выйти и поднять чем наблюдать как они поднимают а что испытываются сами спортсмены гиревики и гор вспомните стоит что именно чем от победы то есть когда поднимаетесь на ступень описал ну чувствуется какая-то все равно гордость то что ты защитил свой статус чемпиона или победителя первенства мира то что твоя страна может гордиться то вы твоя область твой тренер карина вспомните о своих ощущениях карина сегодня у нас скромничает тогда еще один небольшой вопрос что дальше сезон у гиревиков в самом разгаре я правильно понимаю но он как бы завершился чемпионатом мира и сейчас мы уже приступили к тренировкам снова готовимся уже переносу россии среди юношей она пройдет в казани начале февраля и после этого переноса будет отбираться сборная команда россии которая по юношам которая примет участие в переносе мира в тех словакии в праге есть ли из кировских гиревиков кандидаты в сборную но я думаю три человека должна отобраться это в том числе карина филимонова она еще выступает по младшему возрасту я думаю двое ребят должно отобраться получается уже ездил на переноса мира в каунас они были там серебряными призерами в этот год должны снова отобраться ну что ж я желаю вашим спортсменам успехов на помосте на российскими на международном уровне напомню что сегодня гостями программы на спорте были представители гиревого спорта это заслуженный тренер россии евгений гнатьевич а балков а также чемпионы мира по гиревому спорту егор демышев и карина филимонова меня зовут антон погодин всего доброго до свидания на спорте